всем привет с вами канал все для огорода сейчас покажу как сделать и подготовить землю чтобы сделать воздушный отводок на винограде на виноградной лозе значит берем виноградная лоза у нас будет расти вот в такой в таком пластиковом как сказать стакане или баклажки вот то есть мы разрезаем верхний слой сбоку делаем отверстие чтобы можно было пропустить проволоку или веревку также сделаем сбоку отверстие для того чтобы пропустить сюда лозу но некоторые просто разрезают ее 2 2 части про соединяет потом скотчем заделают но это скотч нужен а это более-менее по более-менее сильные конструкции получается так понятно да вот так сейчас я и так для приготовления земли нам понадобится столько же земли уже подготовлены просто обычный верхний слой земли в это верхний слой земли на добавить зал и много ты не буду чуть-чуть от зал и просто и должны перемешать все дела такая вот будет питательная среда то есть зал и все компоненты для роста корней вот эту мы будем наполнять наш эту самую вот здесь саморезы появляются такие ржавые ну гвозди бывают они тоже полезны для винограда эти разные гвозди железки какие-то вот вот уже подготовили землю земля вот такая рыхлая вот для червяк здесь даже возит так опять его наполняем в этот куда мы будем засыпать чтобы удобнее нам засыпать не стать понемножку сразу такой желательно взять землю какой-то более-менее перегной какой-то сейчас перегной не нашел пойдет такая верхний слой земли с собой вот наполняет пока не хватит так теперь мы сейчас переместимся я вот эту баклажку повешу на ну сейчас я вам буду показывать сейчас переходим со стативом месте переходим на саму лозу вот у нас лоза вот выбираем лозу которая с этими с гроздями на ней будем мы все равно та лоза она обрезается и на ней уже на следующий год ничего не будет значит я здесь уже посмотрел надо выбрать именно ту часть лозы на которой есть листочек и усик здесь я вот выбрал мы это дело отрезаем все дела усик тоже надрезаем вот снизу лист можно тоже отрезать он не нужен так сейчас вот здесь мы должны сделать браздование то есть небольшой сделать борозду провести одну там или две почку вот эту можно срезать совсем вот так все теперь надо момент пропустить это самое вот эту баклажку пропустить наш виноград так сейчас я пропущу вот я пропускаю конечно неудобно немножко но ничего страшно пропустили листья можно эти это оторвать они не нужны так все пропустили баклажку так мы должны теперь повесить его подвесить на чем он будет висеть здесь у нас пробка такая вот она пробка здесь в это отверстие пропускаем проволоку непосредственно любую не моем случае это провод толстый на по 16 повесили теперь надо запустить туда земли вот она здесь то есть уже уже сейчас значит на низ мы должны на я насыпаю немного можно скошенные сахара вы чтобы вот это отверстие не высыпал земля можно забить туда просто сухой травы у меня здесь немножко есть сухого силоса я силоса насыплю вот я силоса чуть-чуть засыпал вот и здесь буду сейчас засыпать землю сейчас еще чуть-чуть засыпану вот эту лозу стараемся чтобы она была в середине вот понятно вот она уже прочесть в середине приминаем естественно трамбовано можно еще досыпать земли и сюда мы будем поливать желательно баклажку эту заклеить черной пленкой чтобы как правило корни лучше растут в темноте вот и на потом сейчас заклеим сейчас нету черной пленки просто показываю что как должно быть так все выровняли лозу желательно привязать как-то чем-нибудь здесь вот нет у меня этих штук так ну можно еще насыпать земли так земли подсыпали вверху можно насыпать немножко силоса силос будет удерживать влагу ну чуть-чуть буквально пригоршню или скошенную траву там сухую или можно опилки даже сюда положить чуть-чуть вот и засыпаем опять землей вот и сейчас польем корни появятся сейчас у нас июль надо было конечно делать этого и дело в июне но начало июня у нас 3 июня сегодня июля но где-то в конце августа ку появится корни то есть они может быть и раньше появится а уже в конце августа мы обрезаем этот от материнского куста эту лозу ставим ее так как здесь есть отверстие ставим его в таз с водой на два дня чтобы она уже корни питались уже своими к то есть это лоза питалась своими корнями вот на два дня и потом уже можно вы высадить в землю вот то есть лоза уже отрастет она будет довольно толстая за эти два месяца скажем мы потом ее обрежем и уже куда-то определим на какое-то место вот так вот здесь засыпано здесь прослойка силоса или можно перегни перегноя чуть-чуть а там внизу у нас силос так видно да то здесь солнечную погоду снимать плохо видно так понятно да сейчас вот надо полить налить воды сейчас я водички налью вот так вот Взял какую-то банку, она худрая. Так, и полить надо. Смачивать эту баклажку надо практически каждый день, чтобы она была влажная. Вот. Земля, если будет оседать, можно землю подсыпать. Сюда. Вот. Поливаем. Здесь надо много вылить, чтобы вода полностью смочила эту сухую землю. Видите, земля хорошо уходит. То есть не земля, а вода. Извиняюсь. С вами канал «Всё для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки. Кто не знает, как делать воздушный отводок, вот я вам так показываю. А я говорю, баклажку надо заклеить чёрной плёнкой. Вот. То есть в темноте корни гораздо быстрее будут образовываться корни. Почему я такую баклажку взял? Можно взять, конечно, полторашку из-под пива тёмного цвета, но здесь больше корней образуется в этой пятилитровой, чем в этой двухлитровой или полторашке. Поэтому я взял эту пятилитровую баклажку и разрезал. Вот. Делаем сбоку эти отверстия, чтобы можно было её зацепить вот такой проволокой. Ну, или верёвкой, или там жгутом. Подвесить надо её, понятно, да? И излишек воды будет выходить через это отверстие. То есть нище не надо делать отверстие, чтобы вода стекала. Там этого, вот одного отверстия этого достаточно, который именно я проделаю, чтобы пропустить эту лозу. Вот. Да, понятно, да? Вот. Вот такая получается у нас конструкция. Сейчас всё это смочится. Сам силос, он тоже намокнет и будет удерживать небольшое количество влаги. То есть силос, он когда намокает, он сверху коркой покрывается, а внутри он мокрый. Поэтому желательно использовать силос или любую скошную траву. Трава тоже так где-то будет держать эту влагу. Вот. А отверстие можно, если оно у вас большое, вот я маленькое сделал, но можно побольше, можно заткнуть обычной зелёной травой. Она высохнет и не будет давать земле высыпаться с этой баклажки. Вот. Понятно, да? Ну, потом просто вот эту лозу так ровненько делаем, чтобы она... Здесь она вот ушла куда-то в сторону. Вот. Чтобы лоза была... Если мы запустили её сбоку, вот здесь вот, то лоза должна быть посередине, потому что корни будут образовываться с двух сторон корни. Вот. Если мы в краю, то будет с одной стороны корни, а здесь корни должны быть располагаться... будут образовываться с двух сторон. Вот. Там будет видно, что корни уже где-то через месяц. Вот здесь будут белые такие торчать корешки. Их будет видно заметно. Вот. Обклею я попозже. Здесь просто нету чёрной плёнки у меня. Можно люблю... Можно серебрё... Можно даже обклеить вот этой фольгой. Она тоже не будет пропускать свет. То есть, будет отражать от солнца. Вот. На этом видеоролик заканчивается. Спасибо, друзья, за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не подписались на следующий видео. Это был «Как делать воздушный отводок» на канале «Всё для огорода». Подписывайтесь. Ставьте лайки. Приглашайте на чай, на кофе. Я обязательно зайду. Спасибо за просмотр.